Добрый вечер! Восстановление платежеспособности и банкротстве граждан Казахстана. Скажите, пожалуйста, насколько он стал популярным среди казахстанцев? Действительно, в истории нашей страны это впервые принят такой закон именно по банкротству граждан нашей страны. Хотелось бы отметить, что данный закон был принят в конце года, 30 декабря. Подписан главой государства. Да, подписан главой государства, а вступил в свое действие 3 марта. И вот буквально с 3 марта, ну скажем, еще был, нет даже года, как он действует. И, конечно, наверное, значение данного закона заключается в том, что люди, которые попадают под условия и под действия данного законодательного акта, они, во-первых, снижают свою налоговую нагрузку, да, то есть у них прощается им долговая, их долговая нагрузка. Но вот мы в последнее время много говорим о том, что казахстанцы закредитованы. Да, ну здесь, конечно же, нужно сказать, что много есть и условий при банкротстве. Это не только просто, что каждый человек может захотел и подал на банкротство. Кто может стать банкротом на пункте? Есть, во-первых, три категории видов по банкротству по данному закону. Это внесудебное банкротство, судебное банкротство. И третья категория – это восстановление платежеспособности. Именно вот первая категория внесудебное банкротство, оно осуществляется, именно проходит через органы государственных доходов нашей страны. Принимается непосредственно всеми управлениями госдоходов по городам и районам. Хотела бы сказать, что если более подробно остановиться на сущности внесудебного банкротства, то нужно сказать, что внесудебное банкротство, оно предполагает собой определенные условия. То есть, к внесудебному банкротству относятся поданные заявления перед банковскими учреждениями, перед микрофинансовыми организациями и перед коллекторскими агентствами. Причем есть ограничения и по сроку, и по самой сумме. В данном случае внесудебное банкротство могут пройти граждане, если они имеют задолженность перед банками, микрофинансовыми организациями, или коллекторскими организациями, не превышающие 1600 месячных расчетных показателей. В текущем году месячный расчетный показатель у нас составляет 3450 тенге. То есть, в суммовом выражении, это если долги не превышают 5,5 миллионов тенге. Плюс еще одно из условий, это отсутствует у данного задолжника, должника какое-либо имущество, которое зарегистрировано в органах, в уполномоченных органах. То есть, у него отсутствует транспорт, отсутствует зарегистрировано на нем движимое, недвижимое, иное имущество. И третье условие, если у него имеется наличие документа об урегулировании долга, с банками или с микрофинансовой организацией. Ну и что хотелось бы сказать, что, конечно, вот саму процедуру вот этой задолженности может инициировать только сам должник. То есть, кредитор не может подать на должника, чтобы с него, ну как бы, списать эту задолженность. Потому что у кредитора же вот эта сумма, она висит в долгах тоже, и тем самым тоже его, скажем, финансовую деятельность отягощает. То есть, инициатива должна исходить только от физического лица, не от организации. Не от организации, а только от физического лица. И этот человек, я так поняла, должен доказать, что он пытался в свое время закрыть эти долги. То есть, какие-то попытки должны быть. Да, еще и по сроку. В данном случае он может подать заявление на вот именно процедуру банкротства, если он не погашал задолженность в течение последних 12 последовательных месяцев. Это тоже одно из условий. Ну и, конечно, надо сказать, что даже в том случае, если он подал, если он прошел по всем этим критериям, то в данном случае здесь у него возникают ограничения определенные. То есть, в течение следующих семей лет он уже не сможет подать на банкротство. Это лучше, если его уже признали. В течение 5 лет ему будет запрет выставлен на получение других каких-то займов. И, конечно же, в течение 3 лет будет осуществляться мониторинг за его деятельностью. То есть, если его признали банкротом, а он в течение 3 лет, например, на следующий год или через год, приобретет какое-то имущество, которое регистрируется, машину или квартиру, то в данном случае здесь уже по финансовому мониторингу могут возбудить в отношении данного лица уже как бы производство и признать его, как бы вернуть задолженность и изъять данное имущество в счет погашения этой списанной задолженности. То есть, он уже не будет банкротом? Он не сможет, да. Галина Васильевна, много у нас поводарцев, кто начнет свою финансовую, так сказать, жизнь с чистого листа? Ну, наверное, надо отметить, сколько всего. С 3 марта и по текущую дату в органы государственных доходов поступило более 2800 заявлений на признание банкротством. Именно во внесудебном? На внесудебное, да. Ну, потому что я же с департаментом госдоходов, и именно органы госдоходов осуществляют внесудебное банкротство. То есть, именно то, что по вашей части? То, что в отношении нашей работы. И хотела сказать, что, конечно, львиная доля получила отказ. Это порядка 1800 заявлений получили отказ как несоответствие условиям. То есть, у кого-то было зарегистрировано имущество, была квартира или машина, или, может быть, земельный участок, или дачный участок. Да, отсутствие недвижимого или недвижимого имущества. Возможно, были случаи, когда у данного должника не выдерживался срок. То есть, не последние 12 месяцев, а где-то было 7 месяцев и погашение задолженности, и они подали на банкротство. То есть, вот... То есть, они рано подали на банкротство? Рано подали на банкротство. Они могут тоже подать, да? Да, совершенно правильно. И получается, что несоответствие установленным требованиям либо превышала сумма. Да, вот 5 миллионов 500, как я ранее говорила, что тоже есть ограничения по сумме. Если превышает по сумме, надо идти уже в судебный порядок. Да, тогда уже они пойдут в судебный порядок, потому что уже по условиям они не попадают под внесудебное. Процедура другая будет, да? Совершенно верно, это уже другая процедура. Ну, и хотела бы, наверное, сказать, что все-таки сколько у нас прошло эту процедуру, да? Сколько, так скажем, таких счастливчиков? Если их так можно назвать. 176 человек, да. Граждан нашей области, они уже у нас прошли процедуру банкротства, и списана задолженность перед банками, микрофинансовыми организациями или коллекторскими агентствами в суммовом выражении порядка 228 миллионов. Ну, конечно, порядка 400 стоит на финансовом мониторинге, то есть есть уже, которые признаны и которые уже проходят еще процедуру для признания банкротами. Как долго эта процедура вообще проходит? В течение 6 месяцев с подачи заявления. Уже это все проверяется? До 6 месяцев. Можно раньше, но как бы до 6 месяцев. Ну, и, наверное, хотела бы, наверное, будет интересно, значит, еще есть такая статистика, сколько самостоятельно отозвали, подали заявление, а потом уже, когда, наверное, более подробно углубились в эту тему, порядка 105 заявлений было самостоятельно отозвано налогоплательщиками, и теперь при именно, скажем, соблюдении условий, например, срок, да, у них не подходил, они могут подать по истечении срока, и эти материалы будут, опять же, приняты в производство, и при соблюдении всех условий, при рассмотрении комиссии будет принято решение о списании задолженности. Если рассматривать в отношении, наверное, вот по регионам нашей, скажем, по территориальности нашей области, ну, конечно же, из 176, это 68 налогоплательщиков проживают в городе Павлодаре, 60 проживают в городе Икибастузе. Большинство в городах. Большинство в городах. В Аксу 8, а если рассматривать и сельчан, то в Павлодарском районе тоже 19 налогоплательщиков признаны банкротами. То есть все-таки больше кредитов и проблем у городских жителей. Да, ну и, наверное, наибольшая сумма по задолженности, какая самая большая, это была списана порядка 2 миллионов, и наименьшая сумма, это порядка 16 тысяч. Даже такую сумму можно списать? Да, да. Было подано заявление, и оно было рассмотрено, и было признано банкротом. Говорилась, на почему нельзя быстрее рассмотреть? Нет, до 6. Законодатель просто предусмотрел срок, а в течение этого срока, если большой наплыв заявлений, то у органов госдоходов есть время на подачу запросов в уполномоченные органы. Это же нужно подать во все уполномоченные органы, они должны нам ответить для проверки. Вообще вы анализировали, вот в первые месяцы, в март, наверное, такой был наплыв, а сейчас, наверное, уже поменьше, нет? Ну, в принципе, наверное, вы правы, что вначале, когда все только узнали, и почему у нас очень много отказов. Много отказов из-за того, что люди пока не знали и массово хотели подать. А потом, когда уже в эту тему вошли, что оказалось, что... Что есть определенные условия. Да, если признают банкрот. Если по каким-то критериям они не прошли, скажем так. Галина Витальевна, а вот кто будет осуществлять мониторинг вот эти 5 лет? Какой орган? Органы госдоходов тоже будут. По своим процедурам мы будем осуществлять. По судебному, по восстановлению платежеспособности это будут судебники. Ну, вот закон, он уже работает, получается, да? И получается, теперь у людей есть практически постоянная возможность подавать себя. Совершенно верно. Раньше мы предполагали, что данная норма, она будет как бы как акция, что будет действие где-то в пределах года. Но нужно отметить, конечно, правильность принятого решения, что это принято законом, эта норма будет действующая. И она будет действовать и в этом году, и на следующий год. До того времени, когда действие данного закона будет приостановлено, либо отменено. Где люди могут подчеркнуть вообще эту информацию? Данную информацию, она доступна, во-первых, это на сайте Комитета государственных доходов, 3WKGD, ГОВКЗ. В разделе прям создан электронный сервис восстановления платежеспособности граждан Республики Казахстан. Там, во-первых, вся нормативная расположена и также списки. А где люди узнают то, что у них списаны долги? Вот как раз на этом же сайте можно посмотреть, там есть списки, по которым принято положительное решение. Все это у вас на сайте? Это на сайте, можно посмотреть, сайте Комитета госдоходов. А людям не выходит какие-то сообщения? Ну, они сами взаимодействуют, конечно, они сами, они заинтересованы, им приходят, конечно. Когда рассмотрено заявление, их... А вообще вот с чего начинать вот эту работу? Ну, кроме того, еще я хотела сказать, дополнить, извините. Можно эту информацию подчеркнуть также и с социальных сетей Департамента госдоходов. Также можно, у нас есть и Твиттер, и Фейсбук, и Инстаграм, кто чем пользуется. Можно также обратиться в любой орган государственных доходов, не только нашей области, но и страны. У нас действует уже не первый год принцип экстерриториальности, то есть любой налогопотечник, находитесь вы, например, в Павлодаре, выехали, например, по каким-либо делам в Алма-Ату, в Астану, в другой, любой город нашей страны, и у вас есть какая-то проблема или какой-то вопрос, вы можете обратиться в любое управление госдоходов. Вам всегда придут на помощь модераторы, либо операторы контакт-центров. Можно позвонить на 14-14, дополнительная цифра 3, и всегда получить разъясняющую консультацию. Кроме того, у нас на площадке Телеграм-канала создан Салык-бот. Это, скажем, виртуальный налоговый консультант по налоговым и таможенным вопросам. Тоже можно задать, написать в Телеграм, и чат-бот, если сгенерирует, сразу может предоставить ответ, если нет, предоставит телефон, куда можно обратиться, в какое управление государственных доходов. То есть там тоже подскажут, вот мой вопрос, я вам сейчас задавала, как стать банкротом, то есть с чего начать? Да, совершенно верно. Там вся нормативная размещена информация, или даже чат-бот, он, например, задаст вопрос, что у нас хотел бы узнать процедуру внесудебного банкротства. И там сразу же чат-бот предоставит документ, где можно почитать, или непосредственно прям выдержку даст. Там, например, сколько, вот как вы говорите, какие документы необходимы для внесудебного банкротства. Ну вот первый шаг, какой больницы, напомните? Это подать нужные заявления. Заявление подается, во-первых, онлайн, можно подать через ЕГОВ или через ЕСЛ и Казамат. И начинается уже эта процедура. Да, совершенно верно. Там ничего сложного нет, просто заполняем поля необходимые. Думаю, что этот закон поможет очень многим людям начать жизнь до чистого листа. Надеемся, что это облегчит, по крайней мере, жизнь отдельных категорий граждан, у которых сложились такие обстоятельства, когда они попали в трудную жизненную ситуацию. Да, ну потерпеть пять лет, в принципе, и можно потом дальше уже что-то придумывать, что-то решать. Можно подавать, потом будет на получение кредита и вновь как бы работает. Восстановление платежеспособности получается, да, практически потом начинается? Ну, это немножко другое. Восстановление платежеспособности – это процедура судебных органов. Там уже она предусматривает реализацию принадлежащего имущества, реализацию приобретения менее дорогостоящего имущества. Это рассрочка. Там уже свои категории и свои условия. Это уже к другому органу вопросы, да? Виктория, вот завершилась процедура всеобщего декларирования, да, второй этап. В этом году мы все благополучно прошли. Можно какие-то предварительные итоги подвести? Да, хочу сказать, что у нас 15 сентября истек срок второго этапа по всеобщему декларированию. У нас, когда на втором этапе, напомню, да, у нас вошли это государственные учреждения, работники государственных учреждений, их супруги, а также квази-государственный сектор, их супруги, работники квази-государственного сектора. И хотелось бы сказать, что, конечно, основная масса предоставили своевременно декларации, но вместе с тем есть и отдельные факты, когда либо супруги работников не предоставили декларации, либо есть такие категории, которые, например, ранее подавали заявление на государственную службу, то есть уже 250-ю декларацию сдавали ранее, они уже вошли во всеобщее декларирование, и на этапе вот всеобщего декларирования не задекларировались. То в данном случае сейчас уже органы государственных доходов формируют уведомления, направляют физическим лицам для того, чтобы они в 30-дневный срок предоставили декларацию 250-ю или 270-ю, если они уже во всеобщем декларировании. То есть есть возможность исправить ситуацию? Есть возможность, да, эту ситуацию исправить, в противном случае здесь уже вступает кодекс об административной ответственности, если физическое лицо не реагирует, то в данном случае после уведомления и вынесения предупреждения уже возникает материальная ответственность, это за непредоставление декларации 15 месячных расчетных показателей, за недостоверное и неполное отражение 3 месячных расчетных показателя. Но это тоже достаточно большие суммы, но я надеюсь, после получения уведомления данные граждане нашей области не устранят, и уже дело не дойдет до ответственности материальной. Но уже у нас не за горами Новый год, кто вступает в следующий этап декларирования? Да, уже 24-й год осталось буквально 2,5 месяца, когда у нас к нам по всеобщему декларированию войдет еще одна большая категория граждан, это руководители и учредители юридических лиц, это индивидуальные предприниматели, а также их вторые половины, их супруги. И поэтому уже сейчас, наверное, нужно будет, наверное, этим категориям готовиться и знать, что по состоянию на 31 декабря они должны будут предоставить декларацию, если на бумажном носителе до 15 июля, если в электронном формате до 15 сентября. И, наверное, нужно сказать, что есть у нас, к сожалению, много предприятий, которые бездействующие, либо сдают налоговую отчетность нулевую, то сейчас у них еще есть 2,5 месяца, что они могут закрыть, ликвидировать данные предприятия и не сдавать декларацию 250-230. Да, уже еще на один год продлится, а в 25-м у нас уже наступает всеобщее декларирование в полном объеме все остальные граждане нашей страны. Поэтому, в принципе, если кто-то из предпринимателей не планирует заниматься и просто приостановил деятельность, можете ликвидироваться. Если у вас какие-то есть вопросы, можете обратиться всегда в любое УГД по месту жительства или регистрационного учета, либо в департамент гостоходов, либо в контакт-центр. Мы всегда придем на помощь и подскажем, как пройти эту процедуру. Галина Васильевна, я благодарю вас за то, что вы пришли к нам, уделили нам свое время, поделились полезной информацией. Наш эфир подошел к концу. Встретимся на телеканале Яртис.